Добрый вечер, дорогие телезрители! В Востоке, можно сказать, с успехом прошел Восточный экономический форум. О том, как наша республика презентовала себя, какие контакты были налажены, какие связи нарабатываются, об этом сегодня в программе «Не пропусти главное». Мы начинаем. Добрый вечер. И вообще в этой сфере выступление в родных стенах, можно сказать, для республики, в родном Восточном федеральном округе, такого уровня экономическом форуме, наверное, это все-таки очень значимое событие. И сегодняшний разговор я хотел бы, во-первых, о том, что поподробнее все-таки наши коллеги прошлись немножко по верхам, поскольку оперативная информация шла, о том, как республика презентовала, какие связи все-таки были наработаны, что успешного представила республика. И самое главное, не забыть тот аспект, что хорошо, вот контакты, допустим, с китайскими партнерами, это хорошо, но что это даст каждому конкретно жителю республики? Ведь здесь же замешаны огромные тоже процессы, это и занятость населения, это и какие-то совершенно разные понятия. И вывести, не сказать, что приземлить, а для более понятных, для более понятным языком рассказать об этом значимом событии. Ну, давайте о хронологии событий, что происходило и вообще как. Вот все говорят, наши коллеги, моими коллегами, стараниями, что да, Якутия презентовала шикарный павильон в виде якутского бриллианта, кстати, с началом бриллиантовой недели. И всеобщее внимание привлекла мумия пещерного льва. Давайте с пещерного льва, можно сказать, давайте о наших оливиатах и не только. Что вкупе к нему этому предлагалось? Ну, конечно, внимание ко второму Восточно-экономическому форуму было очень большое. Если в прошлом году где-то полторы тысячи участников было, то в этом году примерно 3,5 тысячи участников из 56 стран приехали. И это не только страны Азии, но и из Европейского Союза, и из океана даже, да, Северной Америки. То есть очень большое представительство. И как никогда республика выступила очень активно. Если кратко остановиться в деловой программе, то из 52 ключевых стратегических сессий, пич-сессий, наша республика приняла участие 21. То есть не просто как присутствие обозначили, но как выступающие, как активные участники дискуссии. Тут сидят Алексей Сергеевич и Екатерина Ивановна, которые принимали самые активные участники. Александр Иванович, представляли конкретные проекты и участвовали в различных дискуссиях по самым разным направлениям. Но если касаться, коснуться того же пещерного льва, почему мы именно его повезли? Конечно, были споры, какую фишку нам представить на фестивале улицы Дальнего Востока в своем павильоне. Были предложения опять же повезти туда какого-нибудь мамонта, там так далее. Мамонтенка. Но, в принципе, эта тема достаточно, на мой взгляд, избита. Мы с 2005 года эксплуатируем нещадно, можно сказать. Да, и другие субъекты использовали. Да, и другие субъекты использовали. Поэтому уникальная находка пещерных львят, это единственная находка вообще в мире, в таком виде сохранившихся, на наш взгляд, должна была вызвать конкретный интерес. Но так и случилось. Мы, в принципе, рядом еще поставили муляж пещерного льва в натуральную величину и целые черепа, которые тоже уникальны и единственные экземпляры в Российской Федерации. Для чего это? Конечно, для привлечения внимания к Якутии, чтобы наш регион стал еще более узнаваемым. Чтобы жители и деловые круги из разных стран обратили внимание, что такое Якутия. Именно с туристической точки зрения это делают. Потому что по поведению мы также показали ленские столбы. Одна стена была полностью посвящена ленским столбам. Причем это не просто фотография, это как бы 3D практически, там несколько слоев. То есть эффект присутствия. И люди с удовольствием фотографировались на этом фоне. Ну, кроме того, наши девушки стояли в национальных костюмах «Зимушка-зима» и других национальных костюмов. Да и очень хорошая труппа у нас была, арка «Артика», театр опера-балета, государственный театр танца, ансамбль «Айркут» на хамусе. То есть эффект был, конечно, очень красивый. Пещерный лев, если еще раз к нему вернуться. Да, мы же говорим о том, что находки мамонтовой фауны наиболее часто в нашей республике именно, благодаря вечной мерзлоте. И мы привлекали этим внимание также инвесторов, потому что у нас есть планы построить всемирный музей, всемирный центр мамонта. Это научно-исследовательский, это популятористический объект. То есть к этому объекту мы пытались приковать внимание потенциальных инвесторов. За два дня буквально более пяти тысяч человек прошли через наш павильон, а 4 сентября улица Дальнего Востока была открыта для всех жителей Владивостока. И практически до 12 ночи там поток не иссякал, как наши специалисты говорят. То есть вот о таком, если очень кратко, вот так. Товарищи, присутствовавшие во Владивостоке. А вообще, насколько присутствие руководства страны Владимира Владимировича накладывает, ну, не знаю, серьезности, какое-то пьете это может быть, да? Нет, ну, само мероприятие серьезное. Конечно, очень серьезное. Ну, во-первых, масштаб, конечно, это мероприятие. Он располагает к тому, что, во-первых, не только президент страны, и весь деловой эстеблишмент, и руководство, и корпорации, да, и компании, и наши российские, и тем более зарубежные. То есть уровень очень высокий. А присутствие президента страны, ну, во-первых, это статус самого форума. И, конечно же, ответственность и понимание серьезности всех задач и тех решений, которые предстояло и решались в этой атмосфере, понимались. Поэтому, прежде всего, конечно, это мы считаем не столько даже статусность и ответственность, сколько, на самом деле, масштабность. И сегодня, наверное, интерес к нашему экономическому форуму на Дальнем Востоке тем более таким образом повысился. Хорошо. На самом деле, конечно, для затравки тема вот реликтовой фауны и так далее, это замечательно. Но всех интересует, он называется экономический форум, да, вот, если перейти к экономике, наверное, к Алексею больше, каковы все-таки успехи региона, нашего региона, республики, в плане привлечения инвестиций, каких-то глобальных процессов, которые, могу сказать, напрямую отразиться на экономике республики? Ну, во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что девиз форума звучит как «открыть Дальний Восток». Поэтому республика, конечно, ставила перед собой ряд задач при участии в этом форуме. Прежде всего, это участие в деловой программе, соответственно, форума презентации инвестиционных проектов. И в целом повышение инвестиционного имиджа и узнаваемости республики, в том числе в странах Азиатско-Тиканского региона. Всего было представлено 22 проекта из республики, в том числе 17 проектов, отобранных правительством республики Саха-Якутия и Тор-Кангаласы. Пять проектов из этих были, соответственно, представлены в рамках питч-сессии, в том числе проект «Умада нефть», проект «Мостового перехода», «Айти-парк» и так далее. И вот данный формат, он позволил донести максимально доступно и открыто обо всех инвестиционных возможностях республики, и о самых лучших наших проектах, и, я думаю, заинтересовать наших инвесторов. Все-таки питчинг – процесс такой. Можно сказать, это нереальные деньги, но, тем не менее, это закладывает основу для какого-то рейтинга того же инвестиционного проекта. Вот многострадальный наш мост. Как его восприняли на таком масштабном уровне? Ну, мост был принят очень хорошо. У нас прошла печь-сессия. Организаторы было средством массовой информации ТАСС. И было очень много интереса и вопросов. Много людей подходили уже после того, как сессия закончилась. Соответственно, брали визитные карточки, просили представить, соответственно, информацию. Также вы знаете, что в рамках Восточноэкономического форума прошла встреча главы вместе с корпорацией PowerChina и дочерней компанией Sinagydra, в которых обсуждались, соответственно, уже конкретные шаги, ближайшие планы и что уже сделано данной корпорацией. И, в частности, было сообщено главе о том, что компания уже ведет работу по трем направлениям. Это, соответственно, привлечена юридическая компания британская для проработки, соответственно, документации. Заключен договор с китайским инжиниринговым институтом. Уже заключен договор, есть график работ, есть выделен бюджет соответствующий. Данный институт китайский уже ведет переговоры с российскими контрагентами, с двумя институтами, питерским и московским. И что в самое ближайшее время будет выбран один из них. И это будет сделано для того, чтобы, соответственно, все инжиниринговые работы были сделаны в соответствии с российскими стандартами. Ну и третье направление – это актуализация финмодели. Договор находится сейчас в стадии подписания. Там остались буквально один-два момента. И, соответственно, финмодель будет тоже подготовлена вместе с технической частью в течение месяца. И, соответственно, до конца года компания уже будет готова выйти с частной конституционной инициативой, представить, соответственно, результаты республики на предварительное рассмотрение, соответственно, Министерство транспорта Российской Федерации. Поэтому мост движется. То есть определены уже конкретные временные рамки реализации проекта. Это уже достижение, поскольку в последнюю нашу встречу, Алексей, сроки были немножко размыты, скажем так. Ну, смотрите, в декабре прошлого года прошло подписание меморандума двухстороннего между Росавтодор и компанией Синогидра. И с этих пор мы поступательно работали. И, соответственно, сроки, они были уже известны нам весной этого года, в марте, когда компания Синогидра посещала город Якутск. Соответственно, мы ставили как раз эперную точку Восточноэкономический форум, о том, что нам уже будут как раз представлены какие-то промежуточные итоги. Что, в принципе, так и произошло. И мы в течение... Мы как бы не встречаемся два раза весной и сейчас. В течение вот между этими... Давайте на рекламу прервемся прямо сейчас. И мы продолжаем программу «Не пропусти главное». И Алексей Загоренко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития. Давайте докончим фразу насчет моста, поскольку большинство жителей волнует. Ну, весной была создана рабочая группа. Соответственно, мы работаем не только на мероприятиях, но и между ними. Соответственно, мы держали руку на пульсе. И вот за этот период, соответственно, рабочая группа прорабатывала все вот эти вопросы, о которых я сказал выше. И все, кто был во Владивостоке. Вот в выступлении многочисленных интервью, скажем, которые глава республики делал в ходе проведения экономического форума, а чуть ли не на первом месте стояло значение угольных проектов «Колмар». Немножко об этом. Что это даст республики? Какова оценка потенциала данного проекта? Это модное слово «газударственно-частное партнерство», да, Алексей? Все-таки в плане инфраструктуры, создания инфраструктуры для добывающей компании такого уровня. В рамках форума было заключено соглашение между Фондом развития Дальнего Востока и компанией «Колмар» на предоставление, соответственно, средств в размере 7 миллиардов рублей. Стоимость проекта 12 миллиардов рублей. Это очень крупный проект. И глава республики в рамках презентации данного проекта запустил символично первый вагон. И это символизирует начало проекта и скорую реализацию. Владимир Николаевич, все-таки по угольному вот этому проекту дополнение? Это, конечно, развитие и Наглинского горно-выходительного месторождения, да. Считается, что наши, как сущиеся угли, очень, как и у графа начал выразиться, когда вагонетку толкал, очень жирные, качественные и, соответственно, будет огромный спрос. Это, конечно же, и налоговое поступление, и доход бюджета будет расти. Так что абсолютно позитивное начало. И Япония ждет этого угля. И «Колмар», конечно, Сибилев в своем выступлении сказал, что достаточно долгое время вместе с Егоров Анатольевичем они пробивали этот проект. И, наконец, это случилось. То есть с этого года начнется поставка угля в Японию. И все-таки лидер нашей добывающей промышленности, компания «Алроса», с которой напрямую связаны алмазы-бриллианты, алмаз-бриллиантовый комплекс, также на форуме было объявлено о создании алмазного центра. Об открытии уже. Да, об открытии. Да, уже открыт. И вот что это все-таки опять же даст? Я понимаю, что это немножко не ваш блок, но поскольку бриллианты в неделю только и курируете. Конечно, конечно. Ну, позволите, я пару слов скажу, Абуллим Ильич, наверное, меня дополнит. В целом, открытие этого алмазного центра для нас, конечно, с одной стороны, казалось бы, почему бы не у нас, но мы все понимаем, что это продвижение нашей продукции на внешние рынки, и алмазной, и бриллиантовой. И поэтому открытие этого центра, это еще расширение возможности республики для продвижения нашей продукции. А что же касается конкретно наших алмазов и связанных с бриллиантовой неделей, мы думаем, что от этого востребованность нашей республики с точки зрения добычи алмазов, интерес к ней и обработке производства бриллиантовой продукции, он нисколько не уменьшится. Напротив, это надо воспринимать как сегодня продвижение нашей продукции на внешние рынки и приближение их, собственно говоря, к Азиатско-Тихианскому региону. То есть это для тех предпринимателей, которые вовлечены в бриллиантовый бизнес, скажем так, да? Это еще рынки, это дополнительные рынки. Это и поддержка определенная? Конечно. То есть вы тут в последнее время звучали о том, что загибается наше алмазово-биллиантовый комплекс. Вы знаете, наверное, не загибается, но требует дополнительного внимания, безусловно. И создание вот такого вот унифицированного центра, это все-таки есть проявление, наверное, того самого. Это в том числе, конечно же, поддержка. Пару слов можно добавить еще. Был проведен аукцион бриллиантов, и за два дня было продано бриллиантов на 18 миллионов долларов. Это показатель того, что данное решение было правильное. Есть большой очень интерес иностранных, соответственно, оптовых покупателей. И данная площадка будет активно использоваться. Ну, я одновременно скажу, что и сейчас у нас, несмотря на то, что вот, да, появилась новая площадка, тоже идет продажа крупного алмазного сырья в рамках бриллиантовой недели. Это говорит о том, что будут также продолжаться аукционы и в Москве, и в республике Сахая-Котя, здесь у нас на месте. То есть открытие этой площадки не означает, что как-то утратится процесс активности, скажем, у нас непосредственно в республике. Кстати, тоже 35 хороших лотов. Итоги будут озвучены компанией «Алроса» буквально в пятницу. Мы ожидаем тоже очень хорошие... Это крупный штучный камень. Это крупный штучный камень, совершенно верно. Замечательно, на самом деле. Все-таки приближение некое... Я хотела бы тут еще воспользоваться и похвалить компанию «Алроса». Потому что на Восточно-Коммерческий форум они очень хорошо на своем стенде представили республику добычу алмазов. Изготовили очень хорошие современные показы, как добывается алмазная продукция. И сегодня все это они доставили сюда, в республику. И сейчас в рамках «Бриллиантовой недели» это доступно, совершенно безвозмездно. Вот в здании «Комдрагмет» можно посмотреть нам, жителям республики, жителям столицы, потому что не каждый поедет в мирный, как эти процессы происходят. Вот всем рекомендую этим воспользоваться. Всех приглашаем воспользоваться приглашением Екатерины Ивановны. И в рамках «Бриллиантовой недели» все-таки посмотреть сокровища республики в живую. А еще и последний добытый 136 каратов камень, да, в Ньюрбе он тоже в сокровищнице представлен сегодня. 136 каратов. Какие цифры все-таки. И к нефтегазу, да, если тут некоторые шутили, что столько вопросов задают по части нефти и газа. Все-таки для меня удивительно открытие, что компания «Тоймада Ниф», которая вроде бы это розничный и оптовый реализант, скажем так, горюче-смазочных материалов, он выходит уже с геологическими какими-то проектами. Давайте по вашим двум проектам, которые прозвучали на Восточном экономическом форуме. «Тоймада нефть» является инициатором двух проектов на Восточном форуме. Это первое – геологическое изучение и промышленное освоение Запада Набарского, участка недр. И второе – это строительство НПЗ в городе Лондане. Если вкратце сказать о первом проекте, «Тоймада нефть» является владельцем лицензии на этот участок недр. Участок находится в Аннабарском области, на границе с Красноярским краем, 8 километров от бухты Нордик. Можем показать, наверное, на схеме. Покажу. И вот, скажем, участок площадью где-то полторы тысячи квадратных километров. И достаточно серьезная изученность имеется. В конце 40-х годов было добыто там около двух тысяч тонн нефти уже. И где-то в 90-х годах, в начале 2000-х годов, глава Аннабарского ЛУСа в то время порядка 100 с лишним тонн униципальным предприятием добыл и использовал для котельных в ЖКХ. Я хотел бы обратить внимание, да, вот если мы говорим об актуальности этого проекта, то вот видите, здесь вот зеленым показан прямоугольничек, да, это западно-барский лицензионный участок. Синим закрашено это шельфовое и, скажем, материковое участки, уже полученные Роснефтью. Желтый это Лукоил. Оранжевый это госкорпорация Ростех входит, готовится. Речь, я почему показал эту схему? То есть, мы находимся вот в зоне так называемого классического Лена-Набарского прогиба, который является весьма перспективным. Там примерно оценивается 2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента на этой территории. И, скажем, вот первый участок, который там начат, это наш участок. Вот эти наши, скажем, соседи, они пришли в прошлом году. Поэтому, безусловно, это станет формированием, вот в рамках, может быть, развития программы социально-экономического развития Арктики. Вот север Якутии, север Красноярского края. Это новый нефтегазовый кластер, где будут достаточно крупные объемы добычи нефти и газа. И вот в этом наш участок станет пилотным. Потому что сегодня мы имеем уже подготовленные промышленные запасы, правда, в небольших объемах. Есть перспективные ресурсы, категория центры. Суммарно это составит примерно не менее где-то 30-50 миллионов тонн извлекаемых запасов нефти. И оценки у нас существуют, что там только на нашем участке эта добыча нефти составит порядка 12 миллионов тонн и 10 миллиардов газа. Поэтому с точки зрения актуальности самого участка есть логистика, которая предусматривает возможность поставки в целом со всего этого кластера в зону ВСТО через Ванкорское месторождение или в систему Западной Сибири через узел Пурпе. Кроме этого, конечно, сейчас огромное внимание уделено Северному морскому пути, ледокольный флот начинают осваивать, уже, скажем, период навигационный увеличивается и так далее. Но даже вот на начальном этапе при пробной эксплуатации, при небольших объемах, мы имеем опыт, с толоканом мы доставляли нефть до Тикси и возили в Роттердам при цене доллара 25 долларов. И наш коллектив, который добывал, он получал в свое время заработную плату и так далее. Ну, в любом случае, когда приходит большая промышленность в район, в регион, это всегда позитивным образом сказывается, вот я о той связи, что это даст конкретно населению. Безусловно, это станет... Это повышение уровня жизни. Безусловно, это станет... Это рабочие места. Говорим, градообразующим предприятием станет там. Допустим, если мы берем территорию Анапарского улуса, там действительно будет создано в период строительства порядка где-то до 2000 рабочих мест. И в период эксплуатации это не менее 3000 рабочих мест. И, безусловно, при таких объемах добычи, скажем, серьезное налоговое поступление в республиканские и местные бюджеты. Ну, тем структурам, которые отвечают за кадры, в принципе, следует уже более пристальное внимание. Безусловно. Не только в плане алмазов, да, добычи, и еще и нефтегазов. Обратить хочу внимание, когда мы презентовали, там на этой сессии примерно было порядка 25 участников в зале. И вот до сегодняшнего дня те участники, которые там, ну, начиная от журналистов и специалистов компании и так далее, до сегодняшнего дня они позванивают, уже интересуются и так далее. И вот еще интересный факт расскажу, который во время, когда мы были во Владивостоке, мы до этого уже примерно полтора года работаем, ну, она, скажем, это компания уже известная в Якутии, Скайлин Петролиум, австралийская, британская, китайская и так далее, да. Вот они неожиданно позвонили 3-го числа мне и говорят о том, что мы здесь пообсуждали, хотя вот наш проект в то время, вот эти полтора года, он как бы изучался только. А сегодня говорят, что, Александр Ильич, мы вам пришлем в понедельник меморандум соглашения о работе по вашему участку плюс по... И мы представители компании Туймада-Ниф прервали на самом интересном буквальном месте. Давайте мы закончим и перейдем уже ко второму проекту, который, я более чем уверен, все-таки вызывает огромный интерес среди всего населения. Все-таки НПЗ на территории республики, это, ну, сродни мосту, наверное, тоже, да, поскольку в этом случае население республики получает дешевое, моторное и другое. Топливо. Иное топливо, скажем так. Ну, я скажу о том, что представитель Скайлинда сегодня сообщил о том, что на следующей неделе сюда приедет для подготовки вот этого меморандума для одобрения на совете директоров Скайлинд Петролю. Я думаю, это тот эффект, реальный результат, который мы уже получили. Говоря о том, что там мы побеседовали по этим проектам еще с другими компаниями. Интересно. Да, есть. Ну, надо время, надо, чтобы люди изучили и так далее. По НПЗ все-таки. Да. Я вот, переходя к НПЗ, хотел некую такую историческую справку сделать. В конце 70-х годов, в начале 80-х и так далее по инициативе Николая Васильевича Черского и Андрея Дмитриевича Кириллина Совмин рассматривал вопрос об организации общей переработки нефти республики. После этого, итогом этой работы на протяжении там, допустим, где-то 5 лет и так далее, эти предложения республики, которые внесены были Советом Министров и так далее, в Госплан. И там эти слушания были проведены довольно короткие сроки и был вообще этот, скажем, проект одобрен. В то время, пока не было, скажем, какие объемы перерабатывать и так далее, все это изучалось, но это, мы знаем, что при Госплане существовала мощная структура СОПС, вот они занимались. То есть, уже в то время был вложен у нас государственный подход к необходимости организации нефтепереработки. Потому что в те годы, когда была горная добыча на Северо-Востоке и так далее, были объемы поставок завоза нефтепродуктов, дизельного топлива, бензинов, составлял где-то порядка 2 миллионов тонн в год. В отличие от нынешнего. Мы сегодня в республику завозим где-то порядка 800-900. Соответственно, дальше, значит, в рамках, ну, выстроенной государственной политики об организации этой нефтепреработки, я в то время, в конце 70-х, работал в объединении Лена-нефтегаз-геология, которая руководила Александр Михайлович Затеев. В конце 80-х годов к нам приехала австрийская компания и ОМВИ, это общеизвестная европейская мировая компания. И в течение полутора лет было разработано технико-экономическое обоснование по добыче нефти на Среднем Батуминском месторождении и строительстве НПЗ мощности 3 миллиона тонн под те объемы, которые в то время завозились. Это было одобрено достаточно и на уровне республиканского руководства, и дальше также эти мероприятия были рассмотрены уже, скажем, в правительственных органах соответствующих министерствах Российской Федерации и Советского Союза. Если сегодня говорить о том, что Тоймада нефть является, мы говорим, инициатором, это еще я небольшой экскурс такой сделаю. Да, кратенько, был период, когда было несколько компаний, вот где-то в 90-х годах, в начале 2000-х годов и так далее, пытались организовать молотоннажную переработку нефти. И три проекта было, ведь им это Саха нефтегаз занимался. Мы, кстати говоря, запустили, полгода мы вырабатывали дизельное топливо, реальное. И у нас, скажем, автомобили Лена-нефтегаза, они прямо заправлялись там. Был проект Асфрях, ну он поработал какое-то время, ну там оборудование вышло из строя, и потом он заглох. И всем известно о том, что Алроса начала было строить завод, но там по разным объективным и субъективным причинам этот проект состоялся. Поэтому был период после этого, как бы, нулевой стагнации и так далее. И вот, где-то примерно в 2008 году Тоймада-нефть инициировал этот проект. Тоймада-нефть является инициатором. Сам проект, безусловно, это, скажем, сегодня является государственным проектом и, скажем, крупного частного инвестора. Вот, как вы говорили, что такое частное государственное партнерство. Вот это ярчайший пример будет. Потому что, вот, актуальность в чем заключается? Вот, мы говорили об градообразующем эффекте Запада-Набаровска. Аналогично же, Алданский завод станет градообразующим предприятием в Алданском районе. Далее, значит, изменится вся структура завоза по нефтепродуктам. Мы сегодня, вот, где-то оценка существует. То есть, доставка, перевалка, это вначале ЖД, потом перевалка в Усть-Куте, потом по реке, потом до Бестяха, до ЖТА и так далее. Вот, и все вещи где-то занимают зависимость от пункта назначения от 20 до 30 процентов. Издержек в общем объеме себестоимости. И все это бьет на цены. Соответственно, эти издержки, они будут значительно сокращены. Население получит дешевое моторное топливо. Да, речь идет о том, что снижение издержек в производстве, соответственно, себестоимость, когда снижается, это цена-то тогда будет уже более конкурентная с поставщиками, у которых мы сегодня приобретаем это топливо. При этом улучшится еще и качество дорог, согласитесь? Все-таки, вот, такой битум в таком количестве завозить? Сачинска, да, это нынешняя логистика, она просто парадоксы какие-то. Надо здесь говорить еще и о стоимости для бизнеса, это тоже, да? Да, для компаний, для предприятий. Состоятельность без стоимости продукции, которую производит наш бизнес. Все же говорят о том, что высокая цена, скажем так, продукции местных компаний, это такое-то негативное звено, которое мешает конкурировать на российском режиме. Не только на российском режиме, но и внутри. И на внутреннем, и на российском, и на внешнем тоже. Так что, я... И последняя фраза. Конечно, мы говорим, когда существует такое производство, городообразующее, сразу появляются мультипликативные эффекты. Серьезные объемы строительства будут, дальше ЖКХ будет очень востребовано, дальше средний, малый бизнес. Конечно, там, вот даже в проекте, в декларации, которую мы разработали, да, с инженеровной компанией, там предусматривается строительство отдельного микрорайона со всеми социальными объектами школы, детские сады, там и так далее, и так далее. Соответственно, значит, мультипликативные эффекты, они достаточно серьезные будут. Замечательное слово, да, мультипликативные эффекты, Алексей Сергеевич. И все-таки, вот сразу от нефтегаза, да, напрямую, что связано, к энергетике. Главное достижение энергетики ЖКХ республики на восточном форуме, это заключение соглашения между Алроса и... Давайте. Да, на самом деле, вот это соглашение, четырехстороннее, между правительством республики, акционерной компанией Алроса, корпорацией развития Якутии и дальневосточной энергетической управляющей компании. Для определения источников финансирования, реализации комплексного инвестиционного проекта, развития Вилийской группы районов и на Кынского месторождения акционерной компании Алроса. Вот, соглашение предусматривает, вот как я говорил, реализацию данного проекта. В январе, ну, правительством проведена большая работа. Была создана рабочая группа в январе этого года. Ну, и мы получили принципиальное согласие со стороны Минэнерго о включении данного проекта в инвестиционную программу «Двеок». Вот, на сегодня сейчас мы прорабатываем вопрос передачи проекта в «Двеок». Вот, в течение года произведем данную работу. В следующем году компания, то есть данный проект будет включен в инвестиционную программу данной компании. И начнется, ну, некоторые работы уже устаревшие, потому что проектно-изыскательные работы, они уже подлежат корректировке. И в течение 2017 года будут проведены данные работы. И ожидаем где-то 2018 года реализацию данного проекта. Безусловно... Отразится ли это на тарифах? Для населения? Для населения... Во-первых, вопрос решится по надежности электроснабжения Владивилейской группы районов. Во-вторых, будет снята ограничение электросетевое, поскольку мы сегодня знаем, что основные головные подстанции Вилюйской, Нюрбинской, Верхневилюйской районов закрытые. То есть выдаются технические условия только до 150 киловатт. И, конечно, безусловно, отразится на социально-экономическом развитии республики. В виде снижения тарифов. Возможно. Или это все-таки будет? Ну, трудно, наверное, пока говорить о снижении, по крайней мере, да, как Алексей говорит. О сохранении тарифов, существующих тарифов. Давайте мы вспомним поручение президента страны, о котором он и на экономическом форуме еще раз подчеркнул, что он буквально новому составу Госдумы сейчас даст поручение до конца года принять закон о выравнивании тарифа для Дальнего Востока. Конечно, речь, наверное, идет в первую очередь о высоком напряжении, да, но поэтапно это будет выравнивание в том числе и для мелких потребителей, для средних, и для населения тоже. Поэтому это очень существенное ожидание, которое предстоит нам, видимо, всем дальневосточникам, а на первую очередь республике, это получить. Поэтому вот мы это сегодня тоже воспринимаем как очень большой проект позитивный от Восточно-Коммерческого форума. Это уже проводится, вот поэтому в этом направлении мы будем работать. И хотелось бы все-таки как руководителя отрасли ЖКХ поздравить с одобрением руководством страны существующих энергосервисных контрактов в республике. То, что Якутия как бы ставится во главу угла, называется прямо руководством страны пионером в области энергоизбережения и энергосервисных контрактов, я думаю, что это достижение республики в целом тоже. То есть это показатель, лакусная бумажка, индикатор того, что к таким даже вещам, как сбережение тепла и света в республике, относятся с очень большой тщательностью, скрупулезностью. Особенно в наших таких непростых, да? Особенно, да. Да, вот самое большое сокровище это все-таки тепло наших домов, да. И тепло, вот когда теплые социальные объекты, когда тепло в домах жилых, когда тепло в школах, это, наверное, это чуть ли не самое большое достижение. Коротко скажу, да, вот с 2012 года республика реализовывает вот в рамках механизма государственного частного партнерства через концепцию, вот в Алданском, в Намском районах реализовано, там построено. Давайте мы сейчас вернемся к ул. Энергосбережения сразу после рекламы. Опять же, она прерывает наш замечательный разговор. И завершающий блок программы «Не пропусти главное». И с вами опять мы, участники обсуждения о том, что же происходило на Восточном экономическом форуме. И по части энергетики перебили на самом интересном месте все-таки. Ну, продолжу. В республике у нас на сегодня 170 энергосервисных контрактов заключено. Это охвачено 300 объектов по всей республике. Вложено более 800 миллионов рублей. И ожидается экономия около миллиарда рублей. Только за счет энергосервисных контрактов? Да, за счет энергосервисных контрактов. Вот если назвать именно какие объекты, это вот кроме Алдана и, то есть кроме Намсов, в Булунском районе, по линии ГУП жилищно-капанального хозяйства проведено энергосервисный контракт по строительству водовода. То есть Нейловский водозабор закрыли, потому что он затратный был. Сейчас построен новый водовод с озером Мелкой. Второй большой проект – это по энергосервисному контракту. То есть сейчас будет заключаться соглашение по Ленскому району, конституционное соглашение буквально вот в августе. Вот буквально перед форумом, Восточным экономическим форумом, мы подписали уже соглашение Ленской концессии. Это на миллиард двести планируется объем инвестиций. Подробнее, пожалуйста, на этом месте. Меня Ленск особенно интересует. Соответственно, будет реконструированный ряд котельных системы вода и теплоснабжения. Также я бы хотел сказать про Восточный экономический форум. У нас 1 сентября состоялась рабочая встреча с крупной компанией ЭЛБИ, проектный инжиниринг, производитель оборудования как раз для систем жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. И уже 3 числа мы подписали с ними меморандум на строительство Батагайской дизельной электростанции, мощностью 10 мегаватт, объем инвестиций около 700 миллионов рублей. Сейчас идут консультации как раз с Министерством жилищного хозяйства, как раз получают детали. И очень приятно, что данная компания обратилась к агентству именно с предложением помочь разработать финмодель и юридическую документацию. Мы считаем, что это все-таки признание того опыта и заслуг, которые наше агентство заработало, уже реализуя те проекты, и ГЧП, и в сфере детских, социальных объектов, и вот в том числе Полинской концессии проведенная работа. Ну и малый бизнес к вам достаточно часто обращается. Еще раз говорю о признании заслуг республики на области энергетики и ЖКХ. Это все-таки большое достижение региона. Я считаю, особенно в таком климате проживаем. Мы все просто должны гордиться за наших коммунальщиков и энергетиков. И давайте, как говорили персонажи огня и дыма, я не говорю песенный плясок, я говорю еды, кухни побольше, национальной в том числе, и развитие турпотенциала. Все-таки по части Минсельхоза тоже несколько проектов было представлено. Давайте начнем с еды. Ну, коротко скажу, что Минсельхоз республики был представлен на двух площадках. Это тоже также в деловом центре, да, и на улице Дальнего Востока. В деловом центре мы представили три проекта. Один уже реализуемый. Вот с банком Хоккайдо работаем. Да, вот Мерия города Якутска, Минсельхоз. Это строительство в рамках Тора Хангаласки, строительство теплицы. Так, второй проект, это тоже строительство теплицы. Но в том направлении. Да, только в другом направлении. И, конечно, один из нас, вот самый такой проект, это строительство второй очереди рынка Сайсары для наших сельхозников. Так, ну, это данный проект очень, ну, многих заинтересовал, контактами обменялись. Такой вот подготовительный был, да. На улице Дальнего Востока мы очень хорошо себя представили. Девять наших сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих, в том числе, вот, ФПК Якутия со своей виноводочной, да. Все наши, вот, перерабатывающие предприятия с молочной продукцией, с рыбной продукцией, с мясной продукцией, были представлены на витрине кухни Дальнего Востока. Наш мэтр якутской кухни, Иннокентий Тарбахов, там всех завоевал, все сердца, все желудки, да. Так он только что вернулся, завоевав Ярославский гостономический форум еще. Да, и сразу же полетел во Владивосток, и там тоже, вот, всех свалил своим вкусом, и был мастер-класс от нашего шеф-повара, да. И по итогам этого, этой ярмарки еды, были заключены договора с нашими предприятиями по поставке нашей уже готовой продукции в ресторанный бизнес города Владивостока. Хотел бы добавить, что продукцией компании Таба заинтересовался Роскосмос. Да, да, да. Их продукция могла бы быть использована как для питания, добавки, для питания космонавтов. То есть это очень интересная тема, и я думаю, эта тема будет быстро развита, и наша продукция полетит в космос. То есть, опять же, я хочу ремарочку допустить, да, вот эти возгласы о том, что все пропало, товарищи господа, да, и так далее, касаемо сельского хозяйства, это, они слегка не безосновательны, да? Если такой, скажем так, ошеломляющий успех производителей, сельхозпроизводителей, на уровне. Да, слегка безосновательны. А может быть, даже и не слегка. Вообще безосновательно. Там ничего не пропало, ничего, ну, все шло, как горячие пирожки, и очень... Да нет, нет, речи не о том, что пропало. Нет, вообще, вот да. Ну и своих накормить. Наше сельское хозяйство совсем не пропало. Нет, своих накормить-то вот два круглогодичных тепличных комплекса, которые по две стороны от города Якутска, да, которые чуть ли не 80%, я не знаю, да, я не знаю цифры, но я думаю, что процентов 80% потребности центральной Якутии в свежих овощах, они... Да, мы будем этими проектами, ну, обеспечены. Обеспечены. Вот раньше бывало в советское время, теплиц было море, кстати, и так далее, и так далее. Хорошо, что именно эта отрасль возвращается, больше витаминов на нашу... Мы с этими же проектами поедем на Золотую осень в Москве, вот, в октябре, да. И касаемо туризма, буквально у нас уже торопят... Спасибо, но я все-таки скажу не только о туризме, еще и о предпринимательстве, потому что мы и на этой площадке тоже участвовали, да, несколько было ключевых сессий, в том числе была сессия по малому и среднему бизнесу. Почему я хочу это подчеркнуть? Потому что единственный регион республика, который выступил с опытом поддержки и развития малого и среднего бизнеса, именно вот мы, от всего Дальнего Востока. И хочу сказать, что, конечно, мы не только рассказали, что мы делаем, но сумели еще и поставить вопросы. А на сессии были очень ответственные, важные руководители, которые... Мы... Вопросы, которые сегодня бизнес волнует, в частности, и по нашим высоким тарифам, и по проезду и оплате в отпуск, то есть северной гарантии, и вопросы НДС, вместе с Делой России, я думаю, что мы были услышаны на этот счет. По туризму. По туризму мы в трех местах тоже были представлены. Ну, во-первых, на нашей улице, естественно, да, и тоже там очень интересные востребованы были наши туристские продукты, особенно туры выходного дня. Второе, это была площадка Ростуризма. Кстати, завтра к нам приезжает замруководитель Ростуризма, и мы будем проводить здесь большие сессии по подготовке кадров для индустрии гостеприимства с участием российских агентств. И на площадке Ростуризма были представлены наши туристские инвест-проекты. Это очень важно. Это и Северная Мозаика, и там Северный центр Мамонта, перспективы его. Это наш Орто-Дайду проект, который сегодня уже участвует в программе российской и претендует в нее быть включены. И, наконец, собственно, сессия ключевая по туризму, где наши предложения по развитию комплекса мер по туризму на Дальнем Востоке тоже были представлены. И, наконец, это подписание соглашения между регионами Дальнего Востока, всеми регионами Дальнего Востока, Министерством культуры России и Ростуризма по совместному продвижению. Это инициатива главы нашей республики о совместном продвижении Восточного кольца России. Это новый проект, который позволяет сегодня и на Азиатско-Тихианский регион, и на наши региональные обмены создавать новые туристские продукты. Я думаю, что вот это очень существенно. Я очень рад, на самом деле, из первых уст слышать о том, что не только вот такие отчетные какие-то достойно выступили, там представили столько-то граммов продукции и так далее. Но и услышать о реальных цифрах и о том, скажем, мультипликативном эффекте, который обязательно коснется всего населения. Это же, ведь тепличный комплекс это и занятость, туризм это занятость, допустим. Снижение тарифов на электро и тепловую энергию это улучшение доходов. Это наше все. Все, что касается, то есть это не где-то для инопланетян, которых проводятся такие вот роды мероприятия, а те соглашения и те мероприятия, которые с успехом прошли на таких площадках, как Восточный экономический форум, они реальным образом коснутся каждого жителя республики. И это была программа «Не пропусти главного». И мы сегодня говорили о участии республики, о, можно сказать, ошеломляющем участии республики на таком масштабном мероприятии, как Восточный экономический форум, который буквально на прошлой неделе завершился в городе Владивостоке. И увидимся через неделю. Еще раз говорю, это прямой эфир «Не пропусти главного». С вами был Дмитрий Аргунов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова